Кто вы? Что хотели? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да не, не против. Мы месяц назад общались, если вы помните. Хорошо, давайте, говорите. Я вот хотел спросить, вот есть же разные варианты Библии, ну, конфессиональные, там, протестантская, католическая, православная, вот. Ну, и там разное количество книг и, ну, содержание тоже, походу. Ну, и вот какая из них более, ну, достоверная, то есть более рекомендованная? Синодальный перевод, написано Синодальный перевод, в Храме Божьем берите, в православном. В ней должно быть 77 книг, не канонические, запомните, маковейская в конце. А сектанты берут нашу православную Библию и 11 книг выбрасывают с нее. А как другие переводы, я не знаю, что там, Касьяна у вас есть, Брюссельский, кто-то правильно дается, католический. Но вам не надо проверять. В православном храме вам другую не продадут. У меня есть Синодальный перевод, да, но там не 77, там 66 книг. Это не, это, а протестанты издают, я говорю, Синодальный перевод, но выбрасывают 11 книг. Неполная Библия. А я вот прочитал, что изначально, ну, они не выбрасывали, оказывается. Изначально, так как в еврейском, ну, в еврейском писании священном, в Танахе было тоже, ну, не 66 книг, но тоже содержание. Просто протестанты разбили их на 66. А потом, получается, что греки, кажется, добавили свои септуогинди, там, но остальные. Так, это все, знаете, это меня не касается, мне это не надо слушать. Я это отлично знаю. Так, лично вам, что нужно сейчас, вот вы пришли? Задавайте вопросы. Ясно, богодухновенные, там из них какие? Из 77, вот. Так, я вам ответил на этот вопрос. В православном храме покупайте, там всегда полная Библия. Все, вопрос снят. Дальше. Ага. Не, просто вот там, ну, понятно, ясно, я понял. Ой, сейчас. А вот мы с вами говорили тогда, ну, я вопрос не успел задать, вот, по поводу, вот, икон, да? Вот, нас сейчас поклон... ну, вот в Библии подтверждается вот это. Вот протестанты объясняют, что это не разрешается, так как в одной заповеди из 10 говорится, не делая себе кумира, никакого изображения, что на небе вверху, на земле внизу и так далее. То есть, ну, и не служи, не поклоняйся им. А зачем вы слушаете, зачем вы сектанта перетиков слушаете и голову засоряете, зачем? Это всех, я и православных слушаю, и католиков, я всех слушаю. Ну, еретиков я не слушаю, ну... Да это еретики, самое полновесное. Они говорят, это написано, исход 20 глава, но в этой же книге, 25 главе, говорится, сделайте. Почему они не делают? Написано, сделайте иконы, изображения. В этой же главе, в этой же книге исход. Ну, и всё. Да, они... Иисус Христос пришёл в храм, второй храм, который был, и говорит, дом мой, дома молитвы нарисуются. Он сказал, дом мой, а в этом доме иконы были сверху донизу. Все стены снаружи и изнутри. Почему у них нет икон? Это из Икииля, это книга из Икииля, 41 глава, 17 стих. Вы записывайте. Я отвечаю, вы тоже забываете. Из Икииля, 41-17. Я понял. Я говорю, запишите. Из Икииля, 41-17. Что вы такие? У меня времени нет вам 10 раз повторять. Нельзя так. Из Икииля, 41-17. Это храм, в котором Христос был. Апостолы молились. Баптистов там не было. Они возникли-то когда уже? В 17 веке. Что Бог новую церковь образовал? Они богохульники в этом вопросе? Там были же изображения хирургимов. Так, всё, я вам ответил. Дальше ничего не надо. Хирургимов... Хочу спросить. Не, вот скажите. Там написано, не делай того, что вверху. И хирургимы-то вверху, на небе. Что дальше говорить-то? Они нарушают. А человека не было. Человека ещё в раю не было. Христос не умер. А люди стали теперь на небе, души поднялись. Теперь и души изображаются. Всё. А им молились, поклоняя изображения. Не надо, я вам ответил. Он повергался перед ними, первосвященник. Повергался, падал вниз. Что он делал? Футбол играл там? Перед изображением? Так, вы уже защищаете ереси. Не просто за вопрос... Я вам ответил. Вам не надо это? Вы уже там погрязли. Я хочу уточнить именно... Я ответил. Я ответил. Вы, однако, начинаете противоречить. Мне это не зачем нужно-то. Цитату приведите мне, чтобы они молились и поклонялись. Не, не. Первосвященник заходил. Другим нельзя было заходить, потому что Христос ещё не умер. Что зациклились на этом? Христос говорит, ты будешь со мной в раю. А что на небе вверху, Бог всё изображает. А вот как тогда вот в Таразаконе 4.15? Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа. То есть иконы. Никакого образа. Всё. Вопрос понятен. Не видели. И что дальше? Не видели. Да не было. Христос не умер. Ещё ни одна душа не восходила на небо. Небо было закрытое. А сегодня, ты считай, 6 глава, 9 стих Откровения. Где души? 12-28, считаем, евреям приступили к духам праведников. Каким праведникам? Которые достигли? Не где-то духам праведников в родительном падеже. Сектанты-то не молятся им. Они не Божью Матерь не призывают. Они нарушают подряд всё. А найдут такого простопелю, как вы, и начинают выкаблучивать. Их не назовёшься с ними беседовать. Они как огня боятся бесед. Ну, я как бы не сектант, я просто... Ваш ум уже полностью пропитан сектантским ядом. Я вам ответил. На небе души, и теперь всё. Смотрите, как тут написано, так и поднимается. Так, вот здесь написано МИРАЗ. Что означает МИРАЗ? МИРАЗ? Ну, это мой... Я же выходил, помню. Я говорю, что означает. Вы ответьте. Моё имя? Из арабского переводца, распределяющего воду. У вас в паспорте как записано? Также записано. Ну, всё. А то я буду вас называть по-другому, а вы скажете, это не моё имя. Значит, у вас в паспорте МИРАЗ написано? Не, Б, Б буква. Б? МИРАЗ Б. А почему буква М у вас тут стоит? Да это не я писал, это мне делали давно. Видите, сколько несостыковок у вас, какое-то лукавство. У меня имя, фамилия, у меня всё написано, вся биография. Так, вопрос с иконами окончен. Нет икон? Ну, не молись, что из этого? Дальше какой вопрос? Да-да, сейчас. Раз вы с ними знаете, если нет, ну иди с ними, куда идут. К Допану, Аверону и Корею, другого места нету. Чисто 16 глава. Спроси, за что они провалились в ад? Чисто 16 глава. Тогда они хотели себя как бы наравне с Моисеем быть, и Бог раздневался. Отделиться, отделились, они отделились, сектанты, еретики. Наравне. И баптисты хотят наравне быть с церковью. Да, они отделялись. Вот это были образы для нас. Это все расстелилось, и православные тоже, и католики. Первое Коринфянам 6, 10 глава, 6-11 стих. Это были образы для нас, образы, чтобы мы не были походливы на злое. А вот посты, да, вот христианину поститься, вот сколько нужно примерно, в неделю там. Ну, Иисус говорит, что если правильность ваша не превзойдет правильности фарисеев, то вы не войдете. Я вам скину материал, скину из моей книги. Там полный материал, когда, в какие дни поститься. Как сейчас поговорим, я сразу вам скину. И вы прочитайте, не просто так, до понедельника и выбросили. Запишите себе. Я рукой это все писал. 40 лет собирал материалы. Нельзя так. Главное, вам дают самое совершенное, что Господь дал. Запросто за плечо забрасываете, за хребет свой. Дальше что, вопрос? А вот бдение, интересно, вот ночные молитвы, там тоже написано об этом? Ночные. Павел говорит, бдение. Вот всего достаточно одного. А сколько часов или час надо, или сколько? Да сколько, сколько. Ты можешь, только по силам смотри, чтобы для работы был годен. Вот мы вопрос этот не задаем. Вот я встаю. Я на работу хожу, ну и поэтому, чтобы хватало сил, как бы пытаюсь распределить. Ну сделайте так. Вот я скину вам семи, у нас семикратная молитва. Семь минут, помолись, тебе достаточно. Я вот вспомнил же, когда Христос говорил ученикам, не могли бы со мной один час молиться, ну перед тем, как его схватили. Я вот, ну сейчас практикую с 12 ночи до часу ночи, вот, ну как бы вот, ну немножко засыпаю, потом вот так вот покажу. Вот. Другие там советуют, ну каждый по-своему как-то рекомендует, не знаю. Но я вот так вот. Я вам скинул материал вам, а когда мы молимся, в один раз на молитве, пристаньте, кроме воскресенья. Кроме воскресенья. Мы молимся всегда в одно время в пять, то есть два часа, не в два, а в час по Москве. В один раз побудьте с нами, как мы молимся. Здесь, по скайпу. Когда мы еще раз повторите время. Сейчас Москвы. Это получается два часа по нашему времени. Понятно. А вот, что еще? Молитвы же помогают там избавиться от разных грехов, да? Конечно, конечно, конечно. Я вам скину материал, там ответ на все вопросы по темам. Серьезно займитесь. Более полного материала в интернете нету. Да, мне это надо как раз. У меня там... Вот, все, по святым отцам. Что Библия говорит нам? А вот еще вопрос. А вот от сквернословия, вот, как можно избавиться, ну чтобы полностью, то есть, вообще не материться, даже непроизвольно, чтобы как бы... Ну, родиться свыше надо, тогда этого не будет. Написано, рожденный от Бога не грешит. Первое послание Иоанна. Вот мне 81-й год, я еще ни одного матерного слова не сказал. А почему? Страх Божий. Да чем я буду портить русский язык? От тяги не было? Никогда. Отвращение. Когда человек матерится, я от него бегу-бегом. Это зараза. Ну, знаете, вот, те люди, ну, у которых тяги нету, им легко какие-то грехи. А есть люди, у которых есть тяга, ну, и вот каким тяжелее на них духовное... Это одержимое демоном. Это демон желает извращать слова. Значит, это бесноватый. Если тяга есть... Ну, верно, еще отвращение. А у меня тяга. Тяга к блуду, к пьянке, к наркотикам. Человек не родился свыше. Он мирской. Отстань от него. А вот мысли есть, греховные мысли, то молитвами же отсекаются. Постой на молитвы. Вот считаешь, что я на молитву отвлекся. Начинай заново молитву читать. Еще сбился, еще читай. Это борьба с сатаной идет. Римлянам 16 глава 20 стих. Видите, вы на беседу пришли, ни ручку, ничего не взяли. Вы бы каждое слово записывали. А вы так беспечно задаете. Вы мне пришли, я все прочитаю. Я и так это понял, что вы говорили. Ничего вы не помните. Я сейчас сказал, где искать. В каком месте. Вот только сейчас, последнее я сказал. Какую книгу назвал, где искать. Как сатану сокрушать. Еще раз повторите. А, вот это и оно. Вы просто смеетесь надо мной, пришли. Да нет, я серьезно. Ну, зачем мне время тратить. Мне 81 год, у меня одной минуты лишней нет. Мы сейчас только пришли из храма Божия. Занятия идут у нас. Я вам показал, когда занятия идут. Вы на занятиях не бываете у нас. Три раза. Я только три раза с вами разговариваю. Я вам скинул. Вы приходите на занятия. Ко мне больше зря не приходите. На занятиях. Вы можете стоять и вопросы там задавать. Сейчас занятия. Полчаса вопросы. А, прямо там можно, да? Я все скинул. Вы вверху прочитайте. Вы ничего не смотрите, что я вам накидал там. Я кинул там вам и сайт, и форум, и мейл.ру. Вы ничего не глядите. Вам это не надо. Я же спросил на ваш сайт. Но вот это... Но вы бы даже не спрашивали. Это все у меня там отвечено. Я стою опять в первый класс идти. И вы уж можете десятый кончить. Готовый, разжеванный материал даю вам. Я почитаю, да. Еще вопрос есть у меня. Вы не просто считаете, а конспектируете с бумагой. Выписываете заучием наизусть. Почитаю. Вроде одолжение сделал мне. Еще вопрос. Вот по поводу воинов, христиан. Вот христианам можно служить в армии, участвовать в боевых действиях? Я еще раз говорю. У меня все там отвечено. Который материал вам скинул. Не присягу давать, не на войну идти. Раненых, раненых выносить будем. Окопы копать. Боевые задания нельзя исполнить. Нельзя. Не корректировать, не снаряды подносить. Все у меня написано. Я вам скинул материалы, вы их не смотрели. Ленивый человек. Я посмотрю, я же не могу одновременно... Да не надо смотреть. Вы сначала бы, что я дал, изучили, а потом бы звонили. Что вам буду вкладывать, когда еще и спорите при том, с дырявой головой? Так, понятно. То есть уже вопросы не задавайте? Я там еще раз говорю. У меня там все отвечено. Отвечено. Я вам скину. Я сейчас вам скину. И вы там тогда посмотрите, выбирайте название, как и о войне. Там написано, любите врагов ваших. Это о войне. Ну да, ранние христиане писали... Там описано о Библии, о постах, о церкви, о священстве. Когда церковь, священство, вы за очередь, вы к баптистам, к другим эритикам близко не подойдете. Там смотреть не на что. Они эритики, богопротивные. Анафия моим. Ясно. А вот монашество там есть о монашестве? Нет, монашество это не божье установление. Но только ничего против не говори. Работы. Бог не заповедовал за стенами сидеть. Я говорю, идите по всему миру и проповедуйте. Монашество нарушило одно из главных заповедей. Прошлепали. Два миллиарда мусульман упустили. А там все были бы православные. То есть они заблокировали проповедование? Да. Распространение. Да, мусульман вы могли бы христианами быть, если бы за 500 лет или 600 они бы проповедовали. Я 58 лет. 58 лет я с Библией иду, они меня везде вредят и вредят. Поносят меня всячески. Я смотрю, против вас много видео сделано критических. Да мне какая разница? Мне не до этого. Это означает, чего-то я стою. Зачем бы сатана такие силы на меня тратил? Ну да. Ваша точка зрения правее, чем ДРП. А так как они армии, воины, монашество, потом разные эти, есть у них отхождения. Понятно, они неправы как бы. Все там намешано. Так, вопросы давайте быстро. Поклонение мощам. Вы только против, не говорите, отойдите. Никто не заставит вас. На меня тоже за это нападают. Я говорю, да ну одно, прах ты и в прах возвратишься. Все надо закопать с молитвой и отстать. Мертвые к мертвым иду, а живые к живым. То есть это с некропилией граничит, походу. Я определенно ответил. Целование костей, вот это вот. Все, это тоже самая тема. Разницы нет, кости там или что-то. Господь не заповедовал это, и святые это не разрешали делать. Это самовольство. Живого Бога. Даже Христа пришли искать. Он говорит, что ищете живого среди мертвых? Вот и все. А среди мертвых вообще ничего не найдешь. Да, мы молимся, признаем. Ну, ты против не говори. А свое дело делай. Ага. Ну их надо уважать, но только вот эти вот обряды. Все, дальше вопрос поехали. Я ответил, дальше. Еще вот противоречия, вот между, хотя бы, ну какое-то противоречие есть между преданием и Библией. То есть святым преданием и священным писанием. Есть там какое-то противоречие? Или все именно согласуется? Надо узнать сначала, где начинается предание и где кончается. Определенно не показывает. Библия начинается с буквы В и заканчивается мягким знаком. А в предании этого нет. Есть предание, само писание было преданием, когда не писали, а только на устно говорили. Это предание называлось. А теперь к преданию все. Другое дело, там патрология менее, с 300 томов, толкование Библии. А сегодня что угодно. Напишут и говорят, это предание. Оно никогда к нему не относилось. Господь через Павла говорит нам, кто не принимает предания, тех имейте на замещании. Ну они свое имели ввиду предание апостольское. Ну конечно не сегодняшнее. Сейчас полно ересей очень. Да, полно ересей. Берегись душу свою. Я вот смотрел видео, нынешнее состояние церквей, конечно. И там кошмар, что творится именно. Очень коррумпированная. То есть армию тоже признают. Военные благословляют военную технику. Идут, окропляют танки, ракеты и так далее. То есть сильно поврежденные сейчас учения. А как думаете, вот великое пророчество из Откровения о великой блуднице, это же относилось к нашему времени? К первому времени до последнего. Никак к церкви это не относится. Написано, блудница, город великий. Там толкование дается. А то еретики только так. Вы нахлебались у них только, столько блеботины их, прямо ужасно. А то есть толкование, что это Иерусалим, который убивал пророков и не принимал. Там прямо говорится, город великий на семи холмах. Толкование дается. Городов много великих. Москва, это о Москве речь идет. О Москве? Да, определенно еще. Вот каназ горит, в один час будет сожженная. А Рим же тоже на семи холмах. Рим ушел первый. Второй Рим, это Константинополь. Третья Москва. Все на три у Бога. А четвертого не будет. А, то есть третий сейчас еще остался. Еще раз говорю, третий. Москва претендует на Третий Рим. Она себя сама называет Третий Рим. И пишут, и книги выпускают, и все. Получается, что она будет сожжена или что? Она сожжена будет. Написано, в ней найдена кровь святых. А от нее все обогатились. От кого обогатились? Москва, все везде. Гнали, гнали во все страны. Лопнула, ничего нигде нету. Миллиардами все прощают. А своим пенсию не дадут. Порядочный. Ну да, кровь святых. Большевистская власть, как гонения устраивала, такие кровавые. Наверное, это тоже относится к кровь святых. Еще какие-то были. Понятно. Вот еще вопрос. В Новом Свете же есть названия христиане. Они там назарянами назывались изначально, ну, последователи Иисуса. А позже стали в Антиохии, кажется, их назвать христианами. Вот если их христианами называли, ну, и никак иначе, почему сейчас существует там столько названий, множество, почему они не оставили за собой это название, сохранили, то есть, а поделились там на разные. Он готовит православные, потом еще разные, разные течения и так далее. Это история. История говорит о том, разделились не на простом месте, чтобы отделиться от еретиков. Правильно славить Бога. Это православные. А откуда они взяли, чтобы баптисты, адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы? Таких названий 21 тысяча сегодня. А первые христиане, они и делали различия. Раньше как с Ноем были, корова и все. А сегодня корова. А какая корова? Какой породы? Холмогорской. Или дальше там Пензенской. Коров-то теперь не одна. Раньше была одна курица, а сегодня их 45. Раньше был гусак один, а сегодня столько их пород. Голубь один, а сегодня 300 пород. Я должен сказать конкретно, какой, бакинский или откуда он. Вот поэтому названия появились, потому что другое совсем. Но это очень плохо, потому что это потом привело к разногласиям. В итоге разногласия, вылились конфликты, а конфликты кровопролитные войны и так далее. Ну тут не было никаких войн. Между баптистами и православными не было войн. К это никак не относится. Которые партистанты воевали, православные со старообрядцами воевали. И можно еще вспомнить там разные... Да нам не надо это. Мы сказали, Господь призвал к миру. Все. Мы там не участвуем. Мы должны нести в слово благое. А они сидят, как в болото залезли. У старообрядцев за 360 лет ни одного благовестника не было. Ни одного миссионера. Ладно это? У нас, кстати, есть тут старообрядцы тоже в Грузии. Староведцы. Ну, немного, но есть. Вы в каком городе-то живете? В Еркоте. Далеко от вас, от Тбилиси-то? Да нет, километров 300 где-то. Ну, если там будете, я вам говорил про отца Наума? Да, вы говорили тогда. Это мой крестник, еврей. В моем доме обратился, стал православным. Вот пускай через каждое один еврей станет православным. И все, войны не будет с евреями. Ну да. Так, дальше. Еще, да, сейчас. Вот по поводу иерархии хотел спросить. Христос говорил, что, как там, точно стату не помню, но с апостолами он когда вел разговор, что царя княжествуют над народом и так далее, а между вами да не будет так. Ну, кто хочет там между вами быть первым, да будет последним. То есть, и есть, которые толкуют, что он таким образом упраздняет всякую иерархию. А потом, читая Новый Завет, ну, апостолы, книги апостолов, то есть послания апостолов, и там они пишут, Павел, ну, дальше распределяют, там, епископы или кто, ну, кто-то и забыл, епископы, дьяконы, пересвитарианцы, там, ну, и так далее. То есть, это как понятно, ну, Христос говорит одно, а не двое, или тут нету противоречий, ну, просто понять хочется это. Ой-ой-ой. Ну, ты здорово мужику вяз там среди. Зачем ты с ними встречаешься? Они тебе мозги протравили. Я не знаю. Я знаю, я никуда не хожу. Вы не сами это, не сами. Это все сектантское. Я с ними работаю 60 лет почти уже. Я никуда не хожу. Я как бы, ну, один сейчас на меня. Не надо это, не надо. Это сектантская блевотина. Зачем тебе это нужно? Нет, всякая власть от Бога. Первая власть какая была? Мужа над женой. И дальше в церкви поставлены пастыри. Ну, иерархия есть, да? Ну, а как без нее-то? Без нее только сектанты. Ну, и там у них иерархия. Там все к рукам подобрано. Не думаю, что так они быстро. Без иерархии нет ни одного государства на земле. Даже у дикарей и то есть старшина. Даже у птиц, у коров и то старший есть. Среди зверей. Весной выгоняешь, они между собой бодаются. Кто будет первый к корыту подходить? Ну да, значит, организованности не будет как бы. Иерархии. Ну да. Не нужна. Нет, я не отношу себя к ним. Просто вот разные эти... Так, время не трать. Я прошу, пожалуйста, вперед. Говорите, что там у вас. А, еще, да. Вот евхаристию, я слышал, есть, по-моему, ну, какие-то сектанты или кто, которые вот евхаристию делают, ну, любой, то есть член секты может делать по коду евхаристии. Потому что ничего нет, таинства нет. У любой может хлеб ломать и есть, хлебом остается. А здесь притворение хлеба в тело. А вина в кровь Христа. У них этого нет и не учат. Что сравнивать-то? Ну, любой шарлатан сейчас придет и скажет, я могу лечить и начнете кочергой в ушах ковырять. И ты будешь слушать его? Ну, да. Шарлатаны. Без этого никогда не было. Всегда была евхаристия. Христос совершил. Первая вечеря была. И дальше так и пошло. То есть должен быть кто-то посвященный, который это делает. Священник. Не кто-то, не кто-то, а священник в церкви Христовой, не в ереси. Придумали слова конфессии, динаминации. Это сатана прикрыл слово ересь. Надо разоблачить его. Ну, да. К сожалению, сейчас полно конфессий. То есть и православие тоже относятся к конфессии. У православных все на месте стоит. У них есть и епископы, есть пресвитеры, диаконы. И так идет 2000 лет. А вот церковь... Вы вот говорите, что вне церкви там нет спасения. То есть вот христианин, который исполняет заповеди, он, ну, при этом, допустим, не находится в православной или Косеи Косеи, но он исполняет заповеду все. Да он не исполняет, не исполняет. Отрежьте палец отдельно. Колоссянам 1.18. Христос глава, а тело его церковь. Ну, давай палец отрежем отдельно и бросим. Что он вырастет в дерево? Ну, так, от церковь что такое? И так, определи, ну, чем... Определяй. Матфея 16 глава, 18 истих. Вот и определяй. Это два местописания. Деяние 2 глава для евреев и 10 для язычников. Вторая половина открылась. Все. Другого нету. Он не сказал, буду церковь створить, и каждый раз где-то плохо, новую церковь створить нету. Создам церковь в единственном числе, одна церковь. Ну, церковь, это люди, которые исполняют его заповеди, прежде всего. Серьезно, какие не исполняют, я вас перебиваю, скажу. Не тратьте время. Они не исполняют, они вне церкви. Им только кажется, что исполняют. Крещение кто ему преподает? Вот так кладут его человека. Это положение во гроб. Они крестить не имеют права. Они оскверняют человека. Они омывают, как говорит Киприян Карфагенский. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Ну, а церковь, это же собрание верующие. Это не обязательно. Тогда ничего не надо. Бери Библию, иди, новое будет образовываться. Жена по себе, ты себе. Вот, я буду понимать. Ну, что, ты просто пропитан весь этим ядом. Двое или трое, где я... Да не написано, двое, трое, где собраны. Собраны во имя его. Вы два условия упускаете. А во имя его это по Писанию, по Библии. Ну, вот, во имя его и собираются. Ну, и собираются. И что, церковь будет? А? Это что, церковь будет? Двое, трое собраются? Это выпить собрали с двое, трое? А он же говорит, что ваше тело храм. Разве не каждый человек это церковит? Так, все, до свидания. Больше не хочу даже говорить. Зловоние изо рта у вас тянет. Все, пока. Больше не заходите. Я вам метеорол скину, на этом достаточно. Нет, ну, что я вас убеждать буду? Спорит кого-то. Спросил, ответил, уже не принимает. Спорит, кто еще не знает. Так, все, вопрос снят. Больше ко мне не приходите. Пока не изучите, пока не изучите, что я вам высылаю материал. Кое-где, я согласен с вами. Не надо мне кое-где. Зачем вы, что вы навеливаетесь? Друзья, что ли? Не спасайтесь и соблюдают.